Начал я работать где-то за полгода, что ли, до начала войны, в августе 2008 года. Мы все следили за тем, как развиваются события. В июле была очень напряженная ситуация. Мы все знали, что конфликт к чему-то идет. Но подозревать тогда, что это будет фактически полномасштабная война, мало кто из нас мог. И 7 августа ночью я был в Тбилиси, я видел кадры, ночные кадры. И уже утром, 8 августа, конечно, я прибежал в редакцию. И около нашей редакции остановилась машина, в ней были двое наших друзей, Гига Чехладзе и Саша Климчук. Которые сказали, что ребята, мы едем в сторону Цхинвали, у нас есть два свободных места в машине. Не хотите ли вы поехать вместе с нами, мне и моему редактору, американцу Уинстон Федерли. Конечно же, шанс того, чтобы поехать на войну журналисту в первые полгода его работы, для меня был уникальным. Я ни секунды не думал ни о чем, сел в машину и поехал. Получилось, что мы смогли добраться, собственно, в Цхинвали. На пути не было блокпостов, на которых нас бы остановили. Мы начали снимать в городе, в самом уже Цхинвале. Увидели группу вооруженных людей, и один из наших ребят увидел, что у них в руках винтовка М4, американская винтовка. Подумал, что это грузины, потому что американское оружие у нас в армии находится на вооружении. И крикнул по-грузински, ребята, мы грузины, не стреляйте. И в ответ они начали стрелять. В том инциденте, к сожалению, двое наших ребят погибли на месте. Я и мой американский коллега, мы получили ранение и, собственно, были взяты в плен. Провели какое-то время в Цхинвале. Сначала мы были на допросе, а потом мы были в том, что осталось от Цхинвальской больницы, которая была разбомблена, мы были в подвале. Через три дня нас перевезли в Россию, в Северную Осетию. Моего американского коллегу забрало посольство вскоре после этого, а я остался в российском милицейском участке. Еще какое-то время, пока не получилось с помощью иностранных журналистов, международных организаций вернуться окольными путями уже обратно в Грузию. Уже в Владикавказе, в милицейском участке. Меня постоянно допрашивало ФСБ, и в какой-то момент они прислали съемочную группу России-24. Меня вывели во двор этого участка и стали задавать вопросы о том, что я здесь делаю, как я здесь нахожусь и так далее и тому подобное. Я отвечал, все, что со мной случилось несколько дней назад. И через какое-то время я увидел сюжет уже по телевидению в самом милицейском участке, где описывался ход войны. Я вижу свое собственное лицо и закадровый текст, что гражданин Грузии, гражданин Америки, которые без разрешения и без определенной цели находились в зоне конфликта, с явным намеком, что это задержали каких-то шпионов и остальных убили. Притом, все, что я говорил, я беру свой кадр, у меня открывается рот, на моих слов не слышно. И тогда же ребята из съемочной группы, я вспоминаю, что когда я рассказывал свою точку зрения на то, как шел ход боевых действий, они просто выключили камеру и сказали, типа, у него своя точка зрения, у нас своя точка зрения. И ушли. Для меня это был мой личный пример того, как делаются новые. С тем, это, конечно, никакая не новинка. По признакам уже сейчас явным, можно сказать, что к информационной войне готовились, готовились к тому, что это вторжение надо будет как-то оправдывать. Субтитры создавал DimaTorzok